МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужны автозапчасти? Приглашаем в Декон за покупками. Для вас огромный ассортимент, высокое качество, низкие цены. Декон Авто. Нинлара. Он против рака. В Ярославле приступили к производству инновационного препарата от редкого онкологического заболевания. Вместе с высокопоставленными гостями старт в работе фармлинии дал губернатор Дмитрий Миронов. Без замечаний не обошлось. Мэр Ярославля Владимир Слепцов проверил несколько дворов, которые вошли в губернаторскую программу благоустройства, решаемые вместе. Сегодня глава города посетил Фрунзенский район. Росздравнадзор подтвердил диагноз. У заболевшей туберкулезом медсестры в Ярославле закрытая незаразная форма. Также стало известно, что завершено обследование всех малышей, с которыми женщина могла контактировать. Иоанна предтечи обновят. Уникальный 15-главый храм в Ярославле отреставрирует и обезопасит. Сейчас специалисты готовят соответствующую программу. Ярославль в гастрономическом топе. В гороскопе книг пер на Волге возглавил туристический шорт-лист. Столица Золотого кольца оставила позади Калининград, Камышный, Люборг и Белгород. Первая из Ярославля. Спортсмен Ксения Обросимова победительница престижных соревнований «Стада Волга-Свим-2018». Это крупнейший российский Open Water Start. В эфире новости города. В студии Юлия Тихомирова. Здравствуйте. Итак, сегодня в Ярославле начали производить лекарства для лечения редкого заболевания. Множественной миеломы. Это онкология крови. Момент запуска фармацевтической линейки уже назвали историческим. Чему есть объяснение. Областная столица – вторая площадка в мире, выпускающая этот препарат. Нина Колтина с подробностями. Стерильность и высокая степень защиты. Активное вещество нового лекарства имеет первый класс опасности. Поэтому в производственных помещениях специальные системы подготовки воздуха, воды, сбора отходов, защита для сотрудников. Производство уникальное. Ярославль – первая в России площадка, которая выпускает препарат Нинлара. Множественная миелома, онкологическое заболевание, поражающее белые кровяные тельца. Ежегодно в мире на 100 тысяч человек выявляются два случая. Заболевание неизлечимо. Смертность – четыре случая на 100 тысяч человек в год. Лекарство, по словам экспертов, в некоторых случаях может заменить химиотерапию. То есть качество жизни больного существенно улучшается. Очень хорошо, когда мы будем производить здесь этот продукт в Ярославле. Это будет вторая площадка в мире, которая производит этот продукт. И он будет доступен для пациентов в России. Я считаю, и я знаю, что это будет намного дешевле. Ярославский завод будет обеспечивать лекарством всю Россию и страны СНГ. Специалисты работают над тем, чтобы удешевить его. Сейчас используется упаковка отечественного производства. Мы лет 10 собираем всякие разные обращения, жалобы наших онкологических больных на различные проблемы, которые связаны с доступностью и качеством медицинской помощи. Две трети этих жалоб – это проблемы с лекарственным обеспечением. Это второй препарат для онкобольных, выпускаемый Ярославским заводом. В проект инвестировано около полумиллиарда рублей. Производство в нашем регионе руководство компании планирует развивать и дальше. Все необходимое для этого есть. Невозможно было наладить это производство, если бы у нас не было тех компетенций, которые есть у наших ярославских коллег. Я не устаю повторять и не устаю благодарить всех коллег, которые нам помогают. Я говорю, безусловно, у правительства Ярославской области, я говорю коллегам из органов федеральной власти. Безусловно, большое спасибо Министерству иностранных дел Японии. Я очень горд сегодня представлять правительство Японии на этой очень важной церемонии запуска производства инновационного лекарства. Отношения России и Японии развиваются, и это касается всех сфер жизни, в том числе науки. В Ярославле также подписали меморандум о сотрудничестве между правительством области и фармацевтической компанией. Документ предусматривает развитие производства инновационных лекарств. Это предприятие совместно вместе с другими резидентами кластера активно задействовано в реализации программы импортозамещения. Активно выполняются задачи, поставленные президентом страны по укреплению позиции России на международном рынке. Мощность линии запущена сегодня 20 тысяч капсул в год. Пока загружена не полностью, но если того потребует рынок, объемы увеличат. Нина Колотина, Михаил Орлов, Новости города. У заболевшей туберкулезом медсестры перинатального центра в Ярославле закрытая незаразная форма. Это подтвердила проверка регионального управления Росздравнадзора. Ее результаты городскому телеканалу сегодня сообщили в территориальном ведомстве. Случай не запущенный, отмечают специалисты. Болезнь выявлена своевременно при плановой флюорографии. Напомню о том, что у сотрудницы Ярославского перинатального центра обнаружен туберкулез, городской телеканал сообщил в середине июля. Тогда Депздрав заявил, что форма не заразная. И вот сегодня это подтвердило надзорное ведомство. Сейчас женщина в туббольнице, а все маленькие пациенты, которые находились в перинатальном центре с января по июнь, под наблюдением медиков. Малышей 433. Трое из Ивановой и Костромы, остальные жители Ярославской области. Все они обследованы, а заразившихся не выявлено. Теперь к другим темам. Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня проверил несколько дворов, которые вошли в губернаторскую программу благоустройства «Решаем вместе». С областными парламентариями глава города побывал на проспекте Фронзе и улице Лесково, а также увидел, что происходит на территории, не попавшей в региональный проект. Сергей Курцын рассказывает. Комплексный двор на проспекте Фронзе 79 с несколькими корпусами залит солнцем так, что гулять хочется не отрываясь. Мешает только техника и строительный беспорядок. Проект по программе «Решаем вместе» утверждался здесь зимой. Его воплощение началось уверенно, но в какой-то момент жители забеспокоились. Подрядчик отстает от графика и, как заявляют люди, делает не все так, как они хотят. Задержка из-за финансирования произошла. Что делаем? Там предусмотрено устройство расширений, парковок. Парковок достаточно много, тропинки. То есть там, где жители ходили традиционно на топтанное пространство, превратятся в тропинки. Когда привезли вот эти качели, песочницы, лавочки, мне плана не давали. Получилась двойная работа получается. Сначала мы поставили все, теперь все выкорчевано, и теперь оно все валяется. И у нас уже разворовывают. Урны уже улетели куда-то. Лавочки тоже не сегодня-завтра увезут на дачу. Фрезеровка завершена, асфальт подъедет через 1-2 дня. Но по всем прогнозам, при хорошей погоде, двор закончит не раньше середины августа. А это чревато просрочкой и штрафами. В соседнем дворе на улице Попова, спрятавшемся от глаз в зелень деревьев, проблема другого характера, глобального. Благоустройства здесь нет вообще, и жители ждут своего счастливого дня с 2014 года. Нас интересует благоустройство детской площадки, которой у нас нет. Обновление парковочных мест, которых у нас тоже нет, к сожалению. Людям обещали в течение трех лет администрация города и администрация района включить их в план благоустройства, и, честно говоря, их, ну, они уж пролетели с этим делом. Мы договорились в понедельник, с учетом того, что мэр тоже поддержал, мы проведем с ними встречу. Имеющийся проект по домам на Попова необходимо доработать с учетом всех замечаний, после чего он уйдет в администрацию района для включения в программу «Решаем вместе» на 2019 год. А вот на Лесково-23, наоборот, все идет по плану. И здесь техника заканчивает укладку асфальта. Детская площадка стоит, есть небольшие нюансы территории вокруг. Их необходимо исправить до генеральной приемки двора. Видишь неровности? И вот там, где есть неровности, туда просто лужи, когда дождь заканчивается, точнее, идет дождь, там просто. Сделайте планировку аккуратненько, это сочнее. Как это бывает в каждом дворе, жители во время выполнения работ по проекту хотят дополнительных элементов благоустройства. Здесь ярославцы мечтают об ограждении и чуть больше пешеходных дорожек. Одна из них появится обязательно. Тротуар через Лесково возведут специально для детей, шагающих в 21-ю школу из домов с другой стороны улицы. Сергей Курицын, Максим Сушанов, Новости города. На один колодец уходит больше часа. В Ярославле продолжается ремонт аварийных люков, расположенных на проезжей части. Сегодня их восстановлением занималась компания «Риокс». На балансе предприятия в городе числится более 13 тысяч колодцев. С начала года 300 из них заасфальтировано, в том числе согласно замечаниям Департамента городского хозяйства мэрии. В основном во время ремонта используется горячий асфальт. В компании был закуплен специальный контейнер, который позволяет удерживать высокую температуру асфальтобетона для укладки асфальта. На постоянной основе используется уже более месяца, и качество укладки все-таки у нас улучшается. Каждую неделю в Ярославле восстанавливают от 50 до 60 аварийных люков. На улице Лисицына колодец представлял большую опасность для автомобилей. Такие места мониторят как сами предприятия, обслуживающие люки, так и единая дежурно-диспетчерская служба мэрии. В некоторых местах колодцы приходится закрывать, крышки иногда воруют. На оживленных улицах аварийный люк приводится в порядок за два дня с момента мониторинга. И у нас еще одна свалка в Ярославле. Волонтеры привели в порядок первую портовую улицу. Там пару недель назад снесли несколько несанкционированных гаражей, а вот кучи мусора на их месте остались. На помощь жителям пришел экодесант. Ребята за два часа справились со свалкой. Технику для вывоза крупногабаритного мусора предоставили коммунальные службы. Таким образом, молодежь откликнулась на призыв ярославского губернатора Дмитрия Миронова делами поддержать новую экологическую политику. Большая роль отводится и волонтерам, и населению в плане воспитания, разъяснения и показания примеров, как надо делать. Ну и знаете, чисто армейский принцип. Делай как я. Жители реагируют. Вот, например, вчера просто мимо проезжавший человек предложил нам помощь. Много желающих, и мы очень рады этому, потому что нас больше, и нам легче прибирать территорию Ярославля. За месяц волонтеры ликвидировали больше 20 свалок. Оказать посильную помощь может каждый. Если не присоединиться к экодесанту в уборке, то хотя бы подсказать, где находится свалка. Перед каждым выездом на страничке экодесанта в социальных сетях появляется опрос, в котором ярославцы могут проголосовать за место следующей уборки. Сейчас соревнуются Фрунзенский район и Заволжский. Ярославцев приучают к раздельному сбору мусора. Сегодня передвижной пункт по сбору пластика, бумаги, металла и стекла работал в Ленинском районе на улице Углической. Все желающие могли принести в контейнеры собранные отходы. Помогали и волонтеры. За короткое время в окрестных дворах молодые люди насобирали больше десятка больших пакетов с мусором. Все отходы пойдут на переработку. Новая экологическая политика – это все-таки масштабная такая история, пятилетняя, которую объявил губернатор Ярославской области Дмитрий Юрьевич Миронов. Одна из составляющих их – это раздельный сбор мусора. Пластик 300 лет. У нас никуда не исчезает с земли нашей Ярославской, потому что он просто не… Если он не переработан, он остается в течение 300 лет в полной сохранности своей. Для меня это важно. Я уже давно это делаю, и у меня в семье все привыкли. Можно все сложить, сплющить, сложить аккуратненько в одно место, чтобы это, естественно, чистое, сухое, ничего не пахнет, нигде мыши крысы не заводятся. Просто надо же как-то начинать сортировать мусор. Надо, чтобы каждый начинал с себя. Точка раздельного сбора мусора на Углической работает каждую среду с 13 до 15 часов. Подобные мобильные пункты действуют и в других районах Ярославля. Их уже более десятка. С 1 сентября начнет действовать новый региональный оператор по сбору мусора. Тогда работа приобретет системный характер. На контейнерных площадках появятся специальные баки для авторсырья. В Ярославле народный контроль провел рейд по микрофинансовым организациям. Рынок на машиностроители и его окрестности такими ларечками изобилуют. Кредиторы призывают к доверию и предлагают быстрые займы. Но часто бывает, что горожане попадаются на удочку и не могут потом выбраться из долговой ямы. Процентов таких организаций, как правило, слишком высокие. Общественники проверяют наличие уголка потребителя и документы в нем. Общаются с персоналом и узнают, зарегистрирована ли организация в местных налоговых органах. Смотрят образец договора. В последнее время вообще участились в случае так называемых черных займов. И непонятно, какая организация, что за организация, насколько она кредитована, насколько она имеет соответствующую документацию. В опиющие случаи, как они выбивают эти деньги свои, вот это должно стоить очень под жесткий контроль и государства, и нас, народных контролеров. До того, как вообще поставить подпись, дать свои данные, ну придите, проконсультируйтесь. К нам, там другие общественные приемные, это бесплатно. Но, к сожалению, граждане редко приходят до, они уже прибегают, когда дело совершено, когда человек уже схватился за голову, говорят, ой-ой-ой. Ну, тем не менее, как бы, куда обратиться за помощью у нас есть в Ярославле. Надо только обязательно сохранять все документы, то есть договор, приложение, графики. Обязательно совершали платежи, никогда не выбрасывать. Специалисты рекомендуют перед тем, как пойти за быстрыми деньгами, найти организацию в интернете и тщательно ознакомиться с документами, которые должны находиться в открытом доступе. Например, по номеру регистрации кредитное бюро можно проверить через сайт Центробанка России. В помещении должен располагаться уголок потребителя. Что касается договора, на видном месте в самом начале должны быть прописаны все существенные условия. Срок, размер займа, сумма возврата, процент. Можно на калькуляторе проверить их на соответствии. Иногда в документах есть скрытые проценты. Насторожить должны мелкие шрифты, хотя по закону все важные условия должны быть читаемыми. Уникальные 15-ти главы храм в Ярославле отреставрируют и обезопасят. Для церкви Иоанна Претечи в Толчкове специалисты готовят программу комплексного ремонта. Об этом сегодня сообщил официальный сайт регионального правительства. Храмовые фрески требуют ухода и консервации, местами даже восстановления. Сохранился иконостас, но образа хранятся в Ярославском музее-заповеднике. После проведения комплексных работ иконы можно экспонировать в церкви. А для того, чтобы обезопасить ее от вандалов, планируют установить систему видеонаблюдения. Фестиваль в Ярославле возглавила гастрономический топ. Информацию городскому телеканалу сегодня представило агентство Турстат, основываясь на самых популярных у туристов кулинарных форумах и праздниках России, которые гости планируют посетить в августе. Таким образом, пир на Волге – лидер шорт-листа. За ним идут фестиваль «Стритфуд уикенд» в Калининграде и арбузный фестиваль в Камышине, Волгоградской области. Пир на Волге пройдет в Ярославле 18 августа. В программе кулинарные мастер-классы, гастрономические бренды России, вкусные презентации, лектории, ремесленные мастерские, спортивные турниры, дегустации, фермерские продукты, креативные площадки, игровые зоны, стритфуд-версии лучших ресторанов. Отмечу городской пикник. Пир на Волге в прошлом году посетило более 40 тысяч человек. В рамках большого кулинарного опен-эйр на стрелке развернется и площадка городского телеканала. Мы готовы удивить любимых зрителей интересной программой и кулинарными изысками. Городской пикник соберет массу поваров, профессионалов, любителей, а главное тех, кто хочет попробовать отменные блюда, приготовленные под открытым небом. В столицу Золотого кольца охватила цветочная лихорадка. 10 тысяч любителей садоводства борются за победу в конкурсе «Ярославлю в цвету». Сегодня комиссия выбирала лучшие цветники Ленинского района. Дарья Крот увидела, что подготовили жители. Во дворе на республиканском проезде 9 цветная капуста соседствует с южными каннами. Последние – большая редкость для Ярославля. Высаживать теплолюбивые растения многие не решаются. За ними нужен круглогодичный уход. Местные жители не пожалели сил, надеются на победу в конкурсе. Трудов это очень много. Представляете, что такое прийти с ночной смены, чуть поспать и уже идти работать. Где-то что-то засыхает, значит надо. Вот сейчас занимаемся, чтобы вывезти воду сюда, чтобы поливать. А так они все на себе. Все леечки, все ведерочки с водичкой. Сад не хуже расцвел по соседству. Можно прогуляться среди хвойных деревьев, подышать свежим воздухом и даже угоститься яблочком. Сложно поверить, что зеленый оазис развернулся на территории промышленного предприятия. Главная гордость его сотрудников – привезенные из Тяньшани голубые ели. Они на заводе уже 30 лет. Эта красота просто неописуема. А потом я в детстве ходил много по горам Тяньшани. Это в какой-то степени, когда иду по заводу, мне напоминает детство. В преддверии конкурса «Цветочная лихорадка» охватывает весь Ярославль. Клумбы разбивают во дворах частных и многоквартирных домов, на заводах, в школах, детских садах, больницах и храмах. И так уже 18 лет. Те традиции Ярославля и ярославцев, которые мы сегодня наблюдаем, делают простые наши ярославские женщины, труженицы. И вот им в первую очередь хочется всегда сказать низкий поклон и благодарность. Вы трудитесь, а мы будем помогать. Я не увлекаюсь с удовольствием, но у меня мама в первый год конкурса первое место заняла в этом конкурсе, да, в другом районе. А я, конечно, традиционно теперь болею за Ленинский район, потому что представляю его интересы. Участников с каждым годом все больше, отмечают организаторы. Сегодня это почти 10 тысяч цветоводов-любителей. К 12 постоянным номинациям добавили еще одну – заслуженный цветовод Ярославля. Призов будет много традиционно. В этом году мы даже уже, не знаем, нам придется, похоже, расширять и число номинаций, и число победителей. Но, наверное, не главная награда, главное то, что люди получают для себя и для тех, кто живет рядом с ними, да, для того, что они делают вместе со своими соседями, родственниками. Итоги конкурса подведут в конце сентября. Главный приз для индивидуальных садоводов – новый инвентарь для будущих посадок. Дарья Крот, Василий Мосин, Новости города. И о спорте далее. Дарья Крот, Василий Мосин, Новости города. В этом году за победу бились 13 стран. Как рассказали организаторы стада «Волга-Свим», зарубежные участники называют «Волгу» русским босфором. А заплыв в Нижнем Новгороде приравнивают к известному старту на открытой воде через пролив между Европой и Азией. Теперь Ксения Абросимова готовится к спорту-киаде городов центра и северо-запада России, которую в начале сентября примет Ярославль. К этой минуте информация вся. Хорошего дня и до встречи в эфире.